В настоящем видео мы рассмотрим общие особенности шаблона Argus StoryMaps, а также картографических веб-приложений, созданных в этом шаблоне. Мы будем говорить как о приложениях, которые создали вы сами, так и о других веб-приложениях, которые вы, например, получили по ссылке. Для начала мы рассмотрим картографическое веб-приложение памятники Бреста, которые создавали не мы, которые мы получили по ссылке. Итак, в этом веб-приложении дается краткая характеристика понятия памятник, памятники города. Как видите, шаблон Argus StoryMaps позволяет сочетать текст, иллюстрации, какие-то картинки. И самое главное, для чего их в основном создают, это для вот таких вот веб-карт, или, как они называются в этом шаблоне, туров по карте. Значит, здесь представлены разные типы памятников, разные туры по карте от разных типов памятников, литературные, памятники животным, памятники профессиям и так далее. Значит, мы в настоящем видео еще раз возвращаемся к его началу, поговорим об общем вот этом вот веб-приложении Argus StoryMaps. Итак, у нас есть чужое веб-приложение, которое мы с вами просматриваем, либо используем. Что еще мы можем с ним сделать, и как мы можем его использовать? Во-первых, обратим внимание на верхнюю панель. Значит, у нас есть две кнопки. Первая – общий доступ, и вторая называется «Больше сведений». Если мы нажмем на кнопку «Общий доступ», то у нас появится возможность поделиться этим веб-приложением Facebook, Twitter и LinkedIn, либо скопировать ссылку. Еще раз, это очень важно. Если вам надо отправить кому-то чужое, либо свое веб-приложение, сделанное в этом шаблоне, вы копируете не вот этот вот длинный адрес в общей строке, а нажимаете на кнопку «Общий доступ» и нажимаете на кнопку «Копировать ссылку». Обращаю внимание на вот эту подсказку, которая сейчас исчезнет. Когда вы делаете какие-либо действия на странице, у вас периодически вот в этом правом верхнем углу появляются подсказки, где у нас в данном случае было написано, что мы успешно скопировали URL-адрес истории в буфер обмена. Когда работаете с этим шаблоном, смотрите за вот этими подсказками. В данном случае может быть написано, например, что у вас не получилось скопировать, но вы думаете, что ссылка в буфере обмена и, например, закрываете веб-приложение. Потом вам придется к нему возвращаться. Итак, теперь, если мы откроем новую страницу и скопируем сюда адрес, то мы увидим, что у нас не тот большой и длинный адрес, а вот такой вот маленький, который даже при необходимости можно быстро набрать руками. Как только мы нажмем Enter, эта ссылка развернется, и у вас откроется вот это вот веб-приложение, которое мы уже смотрели. Значит, каким образом еще вы можете поделиться, либо получить ссылку на веб-приложение? Во-вторых, во вкладке «Больше действий» вы найдете кнопку «Встроить эту историю». Нажав на нее, вы получите код для встраивания на сайт, либо на какие-то другие страницы этой истории. Здесь тоже достаточно нажать кнопку «Копировать», и у вас в буфере обмена появится вот этот вот код. Вот, значит, еще что очень хорошее есть в данном шаблоне. Посмотрим, у нас есть вам с вами в этом веб-приложении вкладки «Литературные памятники» и так далее. Например, вы хотите с кем-то поделиться только памятниками профессии. И обращаю ваше внимание, здесь сделана вот эта вот подпись с использованием одного из стилей, который называется «Курс». Либо у нас бы он назывался «Заголовок». Если правильно создатель веб-приложения использовал стили, то когда вы подводите к нему название, вы можете скопировать ссылку на эту секцию. Опять же у нас всплывает подсказка, что у нас все удалось. Мы заходим в другое окно, вставляем эту ссылку, и она, видите, гораздо длиннее, чем наша коротенькая ссылка. Нажимаем на Enter, и у нас открывает наше веб-приложение, но со страницы «Памятники профессия». Точно так же можно копировать ссылки не только на основной заголовок, но и на подзаголовок. В данном случае у нас литературные памятники поделены на просто литературные памятники и на «Гоголевские фонари» на улице Бреста. Эти заголовки сделаны стилем подзаголовок, и он тоже имеет ссылку на секцию. Скопировав ее, проверяем, что все у нас удалось удачно, вставляем, и наше веб-приложение открывается вот с этой строки «Гоголевские фонари Бреста». Таким образом, очень удобно распространять эти ссылки, либо использовать их в каких-то своих текстах, работах и во многом другом. Например, можно делать учебные издания и таким образом делать оглавление. Значит, вернемся к нашему веб-приложению и посмотрим дальше на кнопку «Больше действий». Есть у нас здесь такое действие, которое называется «Включить автовоспроизведение». Если вы нажмете на эту кнопку, то ваше веб-приложение начнет автоматически пролистываться без вашего участия. Давайте включим памятники валуны, нажмем на кнопку «Старт» и наше веб-приложение начнет пролистываться. Если для вас это очень медленно, вы можете увеличить скорость в два раза, либо вы можете уменьшить скорость в два раза. Также вы можете остановить пролистывание, либо начать его с самого начала. Обратите внимание, что, чтобы вы здесь не нажимали, вот эта панель работает. То есть, чтобы выключить автовоспроизведение, вам надо вернуться в эту кладку. Значит, и последнее, что надо посмотреть, и что очень хорошо для этого шаблона – это возможность печати. Причем вы можете напечатать не только на принтере, который подключен к вашему компьютеру, либо ноутбуку. Вот, посмотрите, как будет выглядеть это веб-приложение в печати. Одна общая карта и вот эти вот все изображения. Опять общая карта, причем она здесь интерактивная. И вот это, вот эти наши все изображения и подписи к ним. Значит, итак, мы можем не только напечатать на принтере, например, подключенном, но и сохранить как PDF. То есть, вы, создав свое картографическое веб-приложение в облачной платформе, можете сохранить все, что вы там сделали в PDF-документе. Итак, наш PDF-документ сформировался. Он занимает у нас 71 страницу, но мы можем выполнить некоторые настройки. Например, мы можем выбрать только некоторые страницы, которые мы хотим напечатать, если нам не нужно все веб-приложение. Мы можем поменять раскладку с альбомной на вертикальной. Значит, а также здесь есть дополнительные настройки. Например, вы можете выбрать размер бумаги от А5 до очень больших размеров. Вы можете выбрать 2, 4, 6, 9 и 16 страниц на листе. Вы можете выбрать поля, либо установить минимальные, либо вообще отказаться от полей, либо настроить свои поля, которые вам удобны. Вы можете выбрать масштаб, вписать свой, либо установить по умолчанию. А также построить верхние и нижние колонны титулы, либо включить, либо выключить фон. Как вы видели, наше приложение с вами такое в бежевых тонах. И когда мы сделали предварительную печать, оно у нас был белый лист. Если мы нажмем кнопку фон, то фон будет такой, как и у вашего веб-приложения, бежевый. Также у нас здесь есть колонн титулы. Автоматически они у нас были включены, которые пишут название приложения, дату печати, ссылку на это веб-приложение. Вот здесь оно. И количество страниц, и страницу, на которой мы сейчас находимся. Если вы не хотите колонн титулы и не хотите фон, вы это все просто отключаете. Но, видите, программа перезагружает. У нас достаточно большое приложение. И впоследствии все, что вам необходимо, это сохранить ваше или чужое веб-приложение, как PDF-файл. Нажимаете на кнопку «Сохранить», показываете, куда сохранять, и у вас будет копия этого веб-приложения. Значит, возвращаемся назад и рассматриваем последнюю кнопку, которая находится в верхнем левом углу. Это Argus Story Maps. Значит, если мы нажмем на эту кнопку, то мы перейдем на стартовую страницу общих сведений о Argus Story Maps. Значит, обращаю ваше внимание, что эта страница только на английском языке. Поэтому, если вы хотите прочитать ее на русском, вам надо просто гуглом перевести на русский. И, значит, с этой страницы либо вы можете больше узнать сами об этом шаблоне, посмотреть, почитать, либо вы можете войти в свой аккаунт и начать работать со своими веб-приложениями. Итак, нажимаем «Войти в Argus Story Maps», вводим свой пароль. Если вы хотите создавать историю, но у вас нет аккаунта, вам надо будет, нажав на кнопку «Войти», нажать на кнопку «Создать персональную учетную запись». У нас же аккаунт есть, поэтому мы вводим логин и пароль и заходим на свою страницу Argus Story Maps. Следующая часть нашего видео, тоже очень важная, это стартовая страница Argus Story Maps с вашими историями и возможности работы с ними. Значит, для начала мы вернемся к нашему веб-приложению, которое мы рассматривали. Обращаю ваше внимание, что это чужое веб-приложение. У нас в памяти осталась ссылка на одну из так называемых текстов веб-приложения. Вот мы ее открыли, «Гоголевские фонари». И теперь обратите внимание, учитывая, что это не наше веб-приложение. Вот здесь у меня нет этого приложения, не я его создавала. Значит, учитывая, что это не наше веб-приложение, у нас все равно появляются две кнопки. Во-первых, ссылка на ваш аккаунт. То есть, как бы вы, находясь в чужом приложении, все равно находитесь в своем аккаунте. А также появилась кнопка «Добавить в избранное». То есть, вы можете добавить в избранное не только свою историю, но и чужую. Значит, нажимаем на эту историю, я ее хочу сохранить. Я добавляю ее в избранное, подсказка всплыла. И перейдя в свой аккаунт, вот «Истории», вкладка «Мое избранное», у меня появилась вот эта вот история. Памятники Бреста. Значит, вы не можете ее редактировать, вы не можете с ней ничего делать, кроме того, как просматривать. Но она все равно, ссылка на нее будет храниться в вашем аккаунте. Итак, с памятниками Бреста мы заканчиваем работу и поговорим об этом аккаунте. Значит, что у нас есть? Значит, что мы видим в этом аккаунте? Во-первых, мы видим две, три вкладки, но вкладка «Тема» недоступна для бесплатных аккаунтов, только для лицензионных. Поэтому у нас есть только две истории. Здесь хранятся все-все ваши истории, которые вы будете делать. Значит, «Мое избранное» вы можете, как мы уже посмотрели, добавить чужую историю, либо добавить в «Избранное» любую свою историю. И вот их у нас здесь две. А также, если у вас есть группы, у нас на данный момент нет, вы можете добавлять в группы свои истории. Значит, про коллекции у нас будет отдельное видео. Мы сейчас про это говорить не будем. Дальше. Здесь есть вот такой вот раздел «Полезные ссылки». Вы можете почитать много оригинальных эссерских статей про начало работы, про то, как придумать и планировать свою историю, разные руководства и так далее. И здесь самая важная кнопка «Новая история» для того, чтобы начать создавать новую историю. Либо с нуля по очереди, добавляя любые элементы, либо начать сразу с бокового блока, либо какого-либо из туров по карте. Если вы хотите создавать истории, для этого у нас есть отдельное видео. Итак, значит, что мы рассмотрим дальше? Значит, мы рассмотрим возможность работы с историями и их основные особенности. Ваших картографических веб-приложений. Итак, значит, вы уже ознакомились, что у нас есть кнопка «Избранная». Значит, также у нас есть кнопка «Быстрое действие». Что мы здесь можем сделать? Во-первых, мы можем историю удалить, но надо быть очень аккуратной с этой кнопкой, так как удаляется все без следа. Очень большое количество работы. Во-вторых, здесь есть кнопка «Просмотр подробных сведений». Значит, если вы перейдете на эту вкладку, то вы увидите, значит, как называется ваша история, когда вы ее создали, когда вы последний раз ее редактировали. Сколько раз кто-либо, вы, либо кто-то другой смотрели вашу историю, значит, вы здесь можете добавить ее описание или редактировать описание. Обратите внимание, что у вас очень много способов, возможностей редактирования описания. Вы можете играть с шрифтами, оттенками, гиперссылки, рисунки, прикреплять и так далее. Значит, и можете, вот у нас здесь вставлено описание этого веб-приложения, а также ссылка на статью, где можно почитать про алгоритм, методику ее создания. Значит, вы можете вводить, здесь указано, в какой папке сохранено. Вы можете поменять папку, теги к вашей истории, сведения об авторах, URL-адрес. Но, обращаю ваше внимание, это будет URL-адрес, видите, он более длинный. Это будет адрес не на саму историю, а на вот эту страницу с сведениями об истории, с которой можно нажать на кнопку и посмотреть эту историю. Очень многие исследователи распространяют свои истории именно вот так. Не так, чтобы она открывалась сразу, как веб-приложение, а так, чтобы она открылась вот с этой титульной страницы, где можно будет прочитать, кто ее сделал, как, для чего, и уже потом нажать на кнопку «Посмотреть». Значит, также здесь есть сведения о размере истории. Мы видим, что она содержит много данных, в ней 87 мегабайт сведений. Значит, также здесь есть кнопка «Настройка», и в этой кнопке есть вот такая вот возможность защитить элемент от случайного удаления. То есть, теперь, если вы захотите удалить эту историю, даже если вы сами захотите ее удалить, вам надо будет зайти сюда и снять вот эту галочку. Поэтому для очень важных историй, и вообще для всех историй, карт историй, я бы советовала нажимать эту кнопку. И с вкладки вот этой вот «Обзор» вы можете либо начать просматривать свою историю, либо начать ее редактировать. Значит, дальше. Следующая кнопка, которая у нас есть, это кнопка «Вид» и «Редактировать». Сейчас мы их посмотрим. Итак, если мы выберем кнопку «Вид», то наше веб-приложение открывается в том виде, в котором мы уже смотрели чужое веб-приложение, памятники города Бреста. Но здесь все у нас так же, как мы видели, но если вы нажмете на кнопку «Больше действий», обратите внимание, как раз-таки у вас всплывала подсказка, у вас появляется кнопка «Редактировать», изменять эту историю. У той истории у нас этой кнопки не было. Ее может не быть по двум причинам. Первая – это не ваша история, а вторая – вы не находитесь в данном случае в своем аккаунте. Даже если вы просматриваете свою историю, но не вошли в свой аккаунт, у вас не будет работать эта кнопка. Значит, и вторая кнопка – кнопка «Редактировать». Мы сейчас откроем наше веб-приложение в режиме «Редактирование». Значит, и у нас загружается совсем другая верхняя панель. Значит, сейчас мы можем менять, удалять, переставлять и так далее. Значит, это все мы рассматривали в других видео. Здесь я хочу обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, что сейчас появилась возможность отменять изменения либо возвращать, повторять изменения. Значит, во-вторых, значит, здесь есть вот такие кнопки, как сохранено, все истории Argus StoryMaps сохраняются автоматически. Но вам надо просматривать вот за этой подсказкой. Как только мы что-то изменим, например, смотрите, мы тут удалим слово «Редактор». У нас он сохраняет очень быстро. Если вы будете делать большие изменения, вот у нас появилось слово «Сохранение» и «Сохранено». Значит, поэтому на это тоже надо обращать внимание. Иногда прерывается связь с интернетом, и вы что-то делаете, а это не сохраняется. Поэтому здесь тоже надо быть внимательным. Дальше у нас есть статус нашей истории, опубликовано, не опубликовано, и у нас есть кнопка «Опубликовать». Значит, это мы сейчас рассмотрим отдельно. Виды опубликованности. Также, смотрите, если мы откроем вот эту кнопку, мы видим те же кнопки «Добавить в избранное», «Встроить», «Предварительный просмотр печати», «Настройки», «Общий доступ», «Дублировать» и «Просмотр опубликованной». Значит, кроме того, мы можем ее удалить, отменить публикацию, либо не сохранять неопубликованные изменения. Вот. Значит, так как мы здесь ничего не сделали, мы выберем эту опцию, чтобы у нас никаких неопубликованных изменений не сохранялось. Итак, вернемся назад, так, пусть он у нас отменяет, вернемся назад и посмотрим на типы публикации. Смотрите, у нас есть истории с разными подсказками. Опубликованная, есть неопубликованные изменения и черновик. Итак, что это такое? Значит, черновик – это история, которая не была опубликована, и видеть ее можете только вы. Даже если вы получите на нее каким-то образом ссылку, например, скопируете общего вот этого окна доступа, то никто, кроме вас, под вашим паролем эту историю видеть не будет. То есть, пока вы не нажмете кнопку «Опубликовать», и у вас не появится вот такой вот зелененький вот прямоугольник, ваше веб-приложение никто видеть не может. Значит, если они у вас зелененькие и написано «Опубликовано», значит, эту историю могут видеть все. То есть, вы можете смело отправлять на нее ссылку, и в таком виде, как видите ее вы, увидит ее любой человек, получивший эту ссылку. А также у нас есть в фиолетовой квадрате неопубликованные изменения. Что это значит? Эту историю могут видеть все, но она содержит изменения, которые видны только вам. Что это такое? Значит, давайте мы откроем эту историю в двух видах. В общем виде и в режиме редактирования. Итак, что мы видим в общем виде? Общая характеристика урбанонимов в названии улиц Бреста. Значит, в общем виде мы видим две вкладки «Брест» и урбанонимы. Во вкладке «Брест» у нас вставлен просто текст. Во вкладке «Урбаноним» у нас вставлен боковой блок с текстом и пустым местом для карты, которую нам только надо сделать. А также подсказки, например, что здесь нам надо вставить фото, фотографию. Если же мы войдем в данную историю в режиме редактирования, где у нас написано, что мы что-то сделали, но не опубликовали, то мы увидим, что текст у нас разбит на блоки, что здесь у нас вставлена картинка празднования Тысячелетия Бреста, а в нашем боковом блоке уже вставлена веб-карта с легендой, а также вставлена фотография одной из улиц Бреста в описании. То есть, с одной стороны мы с вами сделали все, что нам надо было здесь доделать, но любой человек, которому вы отправите вашу ссылку на эту историю, ее не увидит, потому что то, что вы исправили, вы не опубликовали. Таким образом, главный вывод, что бы вы не изменили в вашей истории, то есть, например, вы просто взяли определение, выделили жирным и поменяли стильно квота, это уже изменение. Пока вы не нажмете на кнопку «Опубликовать», вы будете видеть это все не опубликованным. Нажав на кнопку «Опубликовать», у вас сразу спрашивают, будете ли вы редактировать карточку, то, что видят, когда вы вставляете вашу историю, например, в веб-приложение, в социальной сети, а также доступ для всех, либо только для вас. У нас общий доступ. Мы нажимаем на кнопку «Опубликовать». Наша история публикуется. В данном случае у нас всплыло замечание, что наша карта не находится в общем доступе, и мы говорим «Да», и карту нам тоже надо опубликовать. И теперь публикация истории закончится. Обращаю ваше внимание, что нежелательно уходить с этой страницы, иначе оно может так и зависнуть на стадии публикации. Значит, и теперь, значит, смотрите, мы обновим нашу страницу. У нас вот наши урбанонимы Бреста уже опубликованы, и если мы выберем вид, то у нас откроется так, как мы исправили. С картой, с цитатой и со всем, что мы внесли. Поэтому обращайте внимание на то, когда вы закончили работу над веб-приложением, сделали вы свою работу до конца, опубликовали бы ее или нет. И в то же время не пугайтесь, если вдруг, зайдя по ссылке, вы не увидели своих изменений. Вполне возможно, вы просто не опубликовали их. И последнее, что мы хотели бы показать в этом видео, это возможность дублирования истории. Это очень-очень хорошая функция. Итак, у нас есть с вами веб-приложение «Город как пространство памяти», где рассказывается об улицах Бреста с историческими названиями. Например, я хочу сделать отдельную историю, где я покажу только один... сделаю не все исторические события в названиях улиц, а только события Великой Отечественной войны. Для этого мне не надо переделывать все заново. Мне надо нажать на дублирование истории и нажать «Додублировать». Но перед тем, как мы на это нажмем, я хочу обратить ваше внимание, чтобы вы внимательно прочитали то, что здесь написано. При дублировании создается копия истории в вашей учетной записи. Копия является личным черновиком, пока вы его... где хранится все, в том числе и неопубликованные изменения на момент создания дубля. Все, что вы создали в вашей карте, хранится... переносится в новый черновик, но хранится в старом. То есть новая история ссылается на исходные элементы, например, на туры по карте и на экспресс-карты. Что это значит? Пока у нас идет дублирование истории, мы скажем об этом несколько слов. Что это значит? Это значит, что если вы создадите другую историю, которая у нас сейчас автоматически назовется копия, и будете что-то в ней удалять, то с вашей первой историей останется все так, как и было. Но если вы захотите внести в копию изменения, добавить какие-то... Вот у нас создается копия «Город как пространство памяти». Если вы создадите вот в этой вашей истории что-то новое, добавите какие-то новые карты, изображения, таблицы и так далее, они будут только в вашей новой дублированной истории. Если же вы будете в ней что-то удалять, то в первой истории это сохранится, а в этой удалится. Если же вы зайдете в вашу... Вот мы заходим в наши истории. Вот у нас появилась копия и черновик. Значит, и вот наша первая история, с которой мы создавали. Если же вы что-то удалите из вашей первой истории, например, какую-то экскурсию либо какую-то веб-карту, она исчезнет и из второй. Поэтому обращаю на это внимание. Значит, у нас очень большая история и наше дублирование не создается.